Ведущие ученые и специалисты в области биотехнологий, представители регионального бизнеса и органов власти собрались в Бийске на совете по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края. Как отметил председатель совета и заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, главная задача объединить усилия всех участников для единой цели. Те вопросы, когда у нас наука создаешь, и проходят годы о создании электропритерейного производства, чтобы довести до потребителя. А когда на аргументе работают, а реагируются все участники, члены совета, все наука, и проявляются, что здесь вопросы, когда наука разрабатывает, и тот же индустриальный партнер, который частично вкладывает свои средства, и на своих предметах уже опробирует, отрабатывает все эти моменты, и ускоряется процесс, о котором я сказал, 10 раз. Площадкой для заседания была выбрана фармацевтическая компания «Эвалар» и не случайно. Здесь давно и успешно внедряют инновационные разработки в области производства лекарственных препаратов и БАДов. В чем участники заседания смогли убедиться лично. Для них была организована обзорная экскурсия по производству полного цикла. В настоящее время компания успешно реализует программу импортозамещения. Мы замещаем порядка 100 продуктов в категориях биологически активной добавки к пище и лекарственные препараты. Кроме того, на данный момент в портфеле компании уже есть 24 лекарственных препарата, аналогоимпортных, которые более доступны для потребителей, но при этом ни в коем случае не уступают по качеству, а также по профилю безопасности и эффективности. Участники совета обсудили развитие приоритетных направлений биотехнологии и производства органической продукции. Так, Алтайский край занимает третье место в России по производству меда. И сфера пчеловодства готова развиваться дальше. Представители вузов региона рассказали о своей научной работе и потенциале. С 2018 года в крае осуществляется государственная поддержка биотехнологических проектов грантами губернатора. В общей сложности освоено более 52 миллионов рублей. В итоге свыше 50 предприятий стали инновационными партнерами и ускорили разработку инновационных решений. По словам заместителя председателя правительства Алтайского края, эта работа будет продолжена. Юлия Цапко, Андрей Сигаев. День с толком. Юлия Цапко, Андрей Сигаев.